Врачи в городскую больницу Оргтруда до сих пор не могут прийти в себя от шока. В их кабинетах вместо порядка разбитые стекла, перевернутая мебель и сломанная техника. Все это результат не разгула стихии, а дебоша. В обычную ночную смену в больницу пришел нежданный посетитель. Медики рассказывают, мужчина был не трезв, нецензурно бронился и угрожал рукоприкладством, а потом начал крушить все вокруг. Все окна здесь были разбиты. Как я говорил, здесь все было оргтехника, остатки мы частью уже убрали. Пробита дверь, вырваны коммуникации, все вот эти подводки, кабели идут. Телефон был вырван из сети. В результате погрома пострадало три кабинета лечебного корпуса. Уже сейчас первоначальный ущерб для учреждения медики оценивают в 200 тысяч рублей. Мало того, из-за дебошира без связи осталась станция скорой помощи. После того, что случилось у нас, у нас служба где-то на 3-4 часа была выведена из строя. Мы не могли, пока налаживали связь, не могли нормально работать. Это, конечно, негативно сказалось на нашей работоспособности. Плюс наш диспетчер уже человек в возрасте, она, конечно, перенесла очень сильное потрясение. В результате звонки из микрорайона вынуждены были перевезти на станцию во Владимир. Так что пациентов без помощи не оставили. Но как объяснить внезапный преступ ярости пациента? В больнице сейчас гадают. Пока списывают все на действия алкоголя. По словам очевидцев, хулиган оказался не местным. Некоторые сторожилы рассказывают, что мужчина приезжал к друзьям. Самое интересное, в этот вечер сотрудники больницы с мужчиной встречались ранее. В скорую поступил звонок о пациенте, который потерял сознание. Но когда на место приехала бригада, их встретил тот самый мужчина в полном здравии. А позже тем же сотрудникам пришлось скручивать дебошира уже в больнице. На тот момент, как я сюда приехал, здесь было все разгромлено. Диспетчера и фельдшера не было на месте. Были повреждены компьютеры, телефоны, оргтехника, разбиты стекла и двери. Пришлось применить немножко физическую силу. Не без помощи товарища. И его связали. К счастью из медперсонала, в этой потасовке никто не пострадал. Кто будет возмещать больницу ущерб и будет ли наказан дебошир, на эти вопросы сможет ответить полиция. Проверку по факту разгрома больницы уже проводят.